Всем привет дорогие друзья! Сейчас у нас на улице 28 сентября Погода холодная, последние две ночи особенно Температура была плюс 2 градуса, думали, что вот-вот мороз ударит Сейчас вроде бы передают потепление, но все равно я рисковать не буду И сейчас буду делать такую вот работу, черенковать свою герань на зиму в теплицу Это видео будет вам полезно, если у вас есть на улице герань И вы хотите сохранить ее, этот цвет, этот цветок, ее деток, в общем, на зиму Кто-то в своем доме, на балконе Если у кого-то есть теплица, отапливаемая зимой, то это вообще замечательно Тогда вы можете просто все делать, как я делаю, и ваша герань сохранится Герань я выращиваю уже второй год На продажу Мне очень нравится работать с этим цветком Потому что все довольно просто Черенки очень хорошо укореняются За два месяца уже имеет красивый товарный вид цветок Обычно процентов 10, наверное, погибает И это при неблагоприятных условиях выращивания Когда очень прямое солнце попадает на них, очень жарко Или если мы перельем, конечно, цветок этот не любит, когда переливают его И он подгнивает Черная ножка нападает Такие вот проблемы Но это несущественно Основная масса, конечно, растет И все замечательно У меня тут в теплице постоянно есть зеленый товар Потому что продаю я его круглый год практически Даже зимой приходят и покупают Особенно любят этот цветок в мае После зимы, когда все соскучились за зеленью, за цветами Мы вывозим его на рынки вместе с петунией и другими однолетками Но стоит он, конечно, на порядок выше Клиентам очень нравится этот цветок Возможно, за его специфический запах Говорят, что он очень полезный Расслабляет Снимает стресс И все такое И еще, говорят, напоминает запах детства Вот моя камера все равно не передает Какие у меня тут есть цвета В основном они, конечно, не цветут Я уже пообламывал Есть еще некоторые бутончики Но погода уже не та Уже осень Поэтому герань Немножко не так обильно цветет Как, например, по весне и летам Это у нас кустовая герань Еще я выращиваю ампельную И немножко королевскую Сейчас я покажу Вот Пока я тут Королевскую я черенковал месяц назад В начале сентября, вернее Недели три назад, получается Конечно, как я говорил Процентов 10 Тут даже, может, побольше Погибло Сажал я по два Вот в такой стаканчик Стаканчики эти Объемом 0,8 Побольше Потому что королевскую я выгоняю Покрупней Кустик Он тогда Посильнее цветет Красивыми, жирными такими Цветами И он не особо много Вот там заканчивается В общем, стоит под стеллажами Не на прямое солнце Это вот Самое главное правило черенкования Герани Это все еще кустовая Но ее я черенковал Как я уже говорил Наверное, пару месяцев назад Потому что она небольшая Вообще, я постоянно черенкую Раз в два месяца примерно Когда вижу, что Цветов не хватает А люди покупают У меня всегда есть на улице Большие кусты, которые растут Из которых я беру Свою посадочный материал А здесь у нас Тоже немножко меньше Ампельный Ампельную, конечно, люди Любят посильней Я думаю, конечно Что, скорее всего Это потому что В основном Люди знают Обычной кустовой Которую высаживают На улице Ампельная Это как Немножко в новинку Для многих Это мое мнение Возможно, я не прав Цветут тут только Пока что Ярко-розовые цвета Вообще, у меня Четыре цвета Ампельных Бледно-розовый Сиреневый Темно-бордовый Все красивые А кустовых Наверное, цветов Цветов 10-15 От Бледно-розовых Ярко-розовых Малиновых Темно-бордовых Двухцветные И так далее Конечно, у меня Не вся коллекция Можно еще искать Для Для полного Арсенала Так сказать Теперь приступаем К сбору черенков Собирать я буду В теплице Только с ампельной Герани Кустовая герань У меня Основная масса На улице растет По надзаборам Это мои маточники Большие Там они себя Вообще отлично чувствуют По надзаборам В теньке Сейчас через минутку Выйду И все поснимаю Так Ну а на примере Ампельной Здесь у меня Просто вот Весь посадочный Материал Который есть Я с каждого Кустика Срываю Один-два Черенка И все А Ее особенность в том Что чем больше Ее надламываешь Тем она Красивее В разные стороны Разрастается Поэтому Не стесняемся И ломаем ее Как можно больше Вот он Черенок Верхний Если его не оборвать Он так и будет Плестись вверх Одной палкой А так мы оторвали Взяли посадочный Материал Вот это Идеальный черенок Два-три листика Есть куда дальше Расти Углубляем Примерно На сантиметр На полтора И здесь Я некоторые Пособирал Это прям Много листиков Но ничего страшного Такие все равно Принимаются Без проблем На моем опыте И вообще Я хочу сказать Что Ампельная герань Намного лучше Принимается Чем обычная Кустовая Обычно Ну сто процентов Принимаются Там редко Когда какая-то Подогниет Или высохнет Ну теперь Пройдем на улицу Вот здесь У нас По над соседским Заборам Высажена герань Еще в мае И вот За три месяца За четыре месяца Получается Она просто Шикарно Разрослась Сейчас она Уже Отцветает Уже холодно Но кусты Конечно Тут Очень жирные Посадочного Материала Очень много Еще Мы сажали В другое место На открытое солнце Но там Они Посохли В общем Открытое солнце Герань у нас Не любит Она любит Тень Полутень Особенно Летом В этом месте Как раз Целый день Была тень Понад забором И только Аж вечером Солнце Выходило В общем Начинаем собирать Черенки Черенков на каждом Кусту Достаточно много В основном Мы это делаем Вот таким способом Самые последние Свеженькие Листочки Такие вот Они Салатниевого цвета Такой черенок Вообще Будет Замечательно Себе Чувствовать Он легко Отламывается Вот Вот это Мы Убираем Бутончики Потому что Они будут Высасывать Лишние соки С растения А ему И так Нужны силы Чтобы укореняться Нормально Я никогда Не подписываю Цвета Какие беру Это вот Мы взяли Например Белый Это у нас Красный Будет То же самое Все просто Вот такой Вот черенок Обламываем Мы один Листик Вот таким образом Берем черенков Столько Сколько Нам нужно Но с учетом Того Что обычно У меня Процентов 10-20 Не принимаются Но это Нормально Здесь конечно Чуть-чуть Маленький Столбик Получился Но ничего Примется Без проблем Завершающий этап Этого Всего Процесса Это укоренение Черенков Герания В стаканчике С грунтом В моем случае Это Торф Верхнеслойный Чистый Конечно Можно его еще Разбавлять С черноземом Один к одному Тоже нормально Все принимается Это я делаю Обычно Когда объемы Большие Чтобы немножко Сэкономить На торфе Ну сейчас Могу себе позволить Чистый торф Сажать Я думаю Так будет Еще лучше Мы берем Черенок Герания Просто вставляем Его в стаканчик На сантиметр В глубину Примерно Немножко Прижимаем И поливаем Герань не любит Особо сильную Влагу Поэтому Немножко Полить Будет Достаточно Наоборот Лучше Ее Немного Пересушить Чем Перелить Она больше Склонна К подогневанию Чем К засыханию Вот такая Вот особенность Потом Мы эти черенки Стаканчики Берем Ставим В место Где Не целый День Попадает Солнце Потому что Опять же Они не любят Сильную Жару Хотя Сейчас Уже Погода Не жаркая Осень Обычно Дни Несолнечные Начинаются Дождливые Но Лучше Если Вы будете Ставить Свои черенки В доме На окно Не ставьте На окно Которое Целый день Под солнцем Вот такие Вот Советы Рекомендации От меня Я показал Как я с ней Работаю Все у меня Получается В течение Двух лет Хорошо Все приживается Растет И радует Моих клиентов Редактор субтитров Редактор субтитров